ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если же вы решили связать себя этой ночью с большим футболом, то самое время подумать, где же посмотреть предстоящую игру. Не хотите дома или в гостях, то первое, что приходит в голову, конечно, спортбар. Очевидное преимущество просмотра футбола именно в спортбаре – это, конечно, отличный экран, приятное обслуживание, и та самая атмосфера боления, создать которую в домашних условиях просто не получится. Из явных минусов – огромное количество незнакомых людей вокруг, и необходимость платить по счету. Кстати, средний чек в нижегородских спортивных барах составляет в пределах 1 тысячи рублей. Что же касается брони, то заказать столик, как правило, можно бесплатно. Но сделать это нужно заранее, так как желающих посмотреть футбол в баре может быть немало. На сегодняшний матч у нас зарезервировано все. У нас полная посадка, свободный маленький столик, барная стойка также зарезервирована, а так, в принципе, мы работаем всегда в обычном режиме. Если вариант со спортбаром вам покажется банальным, то футбол можно посмотреть ночью и на открытом воздухе. Прямо здесь, на грибном канале, установили огромный экран и зону для болельщиков. Единственный минус – это, конечно, температура. Ночью обещают не выше 13 и сильный ветер. Так что одевайтесь теплее. Вы, конечно, болеете за сборную России. Для удобства нижегородцев здесь появились точки общественного питания, сувенирные лавки и магазины. Более того, всех желающих поболеть за сборную России в эту ночь обещают развозить на общественном транспорте. Автобусы будут отправляться от площади Горького и от Московского вокзала. Если же говорить о наших шансах на победу, то крупнейшие букмекерские конторы страны ставят на выигрыш именно сборной России. Солидарны с тотализаторами и известные спортивные комментаторы. Я думаю, что шансы у нас самые радужные. Если не будет какой-то недооценки, а с этим Фабел Котов умеет бороться, то мы должны, конечно, спокойно южную карьеру обыгрывать. Буду очень болеть и думаю, что наша сборная сегодня выиграет с отсчетом 2-0. Вот такой мой прогноз. По мотивам недавнего видеообращения сборной России к своим болельщикам команда Горький ТВ также приготовила небольшое послание нашим игрокам. Давай, Россия! Давай, давай!